Последний выступающий на сегодня Вячеслав Жилкин, юрист, представитель ОКП. Добрый день, товарищи, друзья и соратники. Как всегда, рад вас всех здесь видеть под красными знаменами. Тема сегодняшней нашей встречи, вообще митинга и собрания, она не просто актуальна, она остро стоит. Я, как человек практикующий, вижу постоянную несправедливость, незаконность, телефонность и указку со стороны верхушки для судебного аппарата. Весь судебный аппарат построен сейчас по принципу, в первую очередь, экономической солидарности. Стоит в первую очередь на стороне тех, у кого больше денег, а не у кого больше правды. Очень яркий пример. Допустим, граждане, нам, гражданам, стало невозможно защищаться напрямую не то, что от государственной власти, не то, что от верхушки. Мы не можем защитить себя ни от банка, ни от полицейского. Мы не можем защитить себя от соседа, справедливо наказать его или подвергнуть ответственности. Появляются среди судей такие термины, как процессуальная экономия, появляются термины оприворности сторон. В административном делопроизводстве совершенно пропал принцип состязательности. Но когда процесс вызывают лишь полицейского и полностью отклоняют вызов других свидетелей, и отказываются применять какие-нибудь ходатайства. Вот лично недавно из всех четырех судов ни разу не вызвали ни одного человека. Послушали полицейского, вышли, приготовленные решения вынесли. В гражданском процессе наблюдается печальная тенденция. Когда раньше люди подавали в суды за несправедливые проценты на банки, так как экономическая ситуация была более-менее стабильной, суды удовлетворяли эти иски, убирали страховки, незаконные проценты. На данный момент власти стало невыгодно разорять банки, потому что они не сами разоряются в свете кризисов. И, соответственно, в судах перестали вообще рассматривать требования граждан по данным вопросам. Это я к тому, что на данный момент, пока не будет ответственности в судах перед народом, перед нами, перед нашими друзьями, коллегами, перед всем свободным и демократическим народом, до этих пор власть будет определять понятие справедливости. И я считаю, что в первую очередь народ сам должен определять понятие справедливости, должен установить ответственность судов перед народом, в первую очередь, а потом уже перед другими вышестоящими инстанциями. Справедливость, должны быть, слово и понятие, и термины справедливости, должны устанавливать мы. Закон должен быть ясным, однозначным и трактуемым лишь в одном варианте. Поэтому я призываю всех объединиться, призываю к солидарности, для того, чтобы эта тема не осталась, как уже ранее, некоторых очень хороших инициативах в аналог истории. Начнем с судебного аппарата, перейдем постепенно и к другим вопросам.